Долгожданная победа Важные изменения произошло на дорогах Сарова с начала 2019 года. Теперь можно не стоять по полдня в сберкассе, а абсолютно легально оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения на месте. У сотрудников ГИБДД, заступающих на дежурство, появились терминалы моментальной оплаты штрафов. Для кого они предназначены и как воспользоваться новой услугой, выяснила наша съемочная группа. Раньше фраза «договориться на дороге с сотрудником ГИБДД» звучала очень противозаконно. Теперь все совершенно официально и согласно законодательству Российской Федерации, благодаря вот такому вот аппарату. Функция у терминала безналичной оплаты такая же, как в любом магазине, с той лишь разницей, что предназначен он специально для оплаты штрафов. Это означает, что только что выписанный сотрудниками ГИБДД протокол можно сразу же оплатить. Для удобства сразу выходят две квитанции. Одна квитанция прилагается к постановлению, которую выносит инспектор. Вторая квитанция выдается обязательно нарушителям. При оплате штрафов через эти терминалы также действует льготный период и есть возможность погасить их с 50-процентной скидкой. Так же, как и в банке, есть комиссия 20 рублей. Но есть и огромный плюс этого нововведения. Вы не затрачу свое время, не бегаете по кредитным организациям. В связи с этим оплачиваете здесь и оплата сразу же проходит. Но в связи с тем, что у нас в день в день все это происходит, на госуслугах уже штраф получается оплаченный и не горит красненький. Оплатить на дороге можно любые штрафы, выписанные в любом регионе. Для этого необходимо просто остановиться возле патруля на дороге, попросить терминал для оплаты и предоставить уникальный номер постановления, так называемый УИН, и иметь на руках карту безналичной оплаты. Займет это около двух минут. А главное, можно быть уверенным, что оплата пройдет в полном объеме и точно в срок. Кирилл Васеев, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, СРУ-24. Свой 90-летний юбилей отметила Саровчанка, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Вера Ивановна Чеблукова. В страшные военные годы Вера Ивановна принимала участие в обороне города Горького. В честь юбилея ветерану вручили благодарственное письмо от главы города за преданность родине и мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, а также за многолетний добросовестный труд. Александр Михайлович, вам, так сказать, выражаю свою благодарность, благодарственное письмо и от меня лично. Низкий поклон от всех нас. Спасибо вам большое. К другим новостям. Лучшие из лучших в науке, творчестве и спорте. В Саровском драматическом театре наградили детей и подростков за выдающиеся результаты, достигнутые в прошлом году. Ежегодно на главную городскую сцену поднимаются победители Олимпиад, отличники дополнительного образования, призеры и лауреаты различных конкурсов и фестивалей и чемпионы спорта. Традиционно торжественная церемония награждения одаренных детей приурочена ко Дню науки. Ежегодно благодарственные письма от администрации города и ценные призы получают школьники и студенты, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. Поддержать детей пришли родители и наставники. По словам директора станции юных натуралистов Татьяны Китиной, признание таланта ее подопечных – особая радость для педагога. Мы считаем, что у каждого ребенка есть талант. Его надо обязательно найти, помочь ему реализовать себя в каком-то деле. В номинации образования из шести лауреатов трое – воспитанники станции юных натуралистов. Среди них – Иван Артамонов. А таких, как он говорит, это будущий ученый и исследователь. Звание Артамонова одним словом не характеризует. Я должна сказать, что это ученик, который безумно любит то дело, которым занимается. Он посвящает всего себя изучению природы. И поэтому с ним заниматься – одно удовольствие. Научными исследованиями Иван Артамонов начал заниматься с первого класса. Сначала увлекся физикой, затем интерес переключился на биологию. Юноша считает, что путь к серьезным научным исследованиям не может быть легким. Бессонные ночи, долгая работа над своим проектом, над самим собой. Подготовка к всевозможным олимпиадам – это вещи, которые требуют очень много сил. Каждый из тех, кто поднимался на сцену за наградой, прошел долгий путь к признанию своего таланта и достижений. В основу каждого научного исследования, спортивного рекорда или яркого творческого выступления положены многочасовые тренировки, репетиции и разработка собственных научных методик. С приветственными словами гостям праздничного вечера обратились первые лица города и ядерного центра. Я хочу вам пожелать и дальше таким образом трудиться в добрый путь, мои дорогие, так сказать, и в День науки. Хочу пожелать вам всяких творческих успехов на всех фронтах жизни. И в науке, и в жизни, и в культуре, и в спорте. Ярким дополнением церемонии награждения стало выступление творческих коллективов города. Тематические танцы, эстрадные и русские народные песни сделали вечер по-настоящему праздничным. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Управление по делам ГОИЧС сообщает, что в четверг, 14 февраля, с 11.00 будет проводиться проверка системы оповещения при чрезвычайных ситуациях с использованием электросирен. Во время тестирования саровчанам рекомендуется сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства приглашает саровчан на общественное обсуждение, посвященное благоустройству лыжной базы. Встреча пройдет в 322 кабинете здания администрации 14 февраля. Начало в 17 часов, вход свободный. Для справки, реновация лыжной базы начнется уже в этом году. В числе прочего, там планируют обновить стартовый городок, систему освещения и дорожно-тропиночную сеть. Начался прием заявлений на выдачу бесплатных путевок в лагерь «Березка» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документы до 1 мая будут принимать в Центре социальной помощи семье и детям. С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении и ряд других документов. Справки по телефону 7-57-70. Саровчане выступят в эфире Первого канала. В феврале стартовала серия игр «Что, где, когда» под названием «Дети 21 века». 17 февраля за победу будет бороться команда «Школа Росатома», победившая в прошлом сезоне. В ее составе выступят ученики 15-го лицея Кирилл Емелин и Никита Бондарев. Игру с участием саровчан можно будет посмотреть в прямом эфире. Главврач КБ-50 ответит на вопросы горожан. В эфире канала 16 состоится прямой эфир с Сергеем Моковым. Сергей Борисович ответит на самые острые и актуальные вопросы о медицинском обслуживании в Сарове. Если вам есть что спросить, звоните по телефону редакции. Подробности далее. В конце января на канале 16 состоялось интервью с главой города в прямом эфире. Тогда свои вопросы смогли задать несколько десятков саровчан. На те вопросы, что не прозвучали в эфире, Александр Тихонов готовит письменные ответы. В ближайшее время мы опубликуем их в нашей официальной группе ВКонтакте, а также на сайте sarov24.ru. Было много отзывов и вопросов в прямой эфир, поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик и организовать очередное интервью в прямом эфире. На этот раз гостем студии станет главный врач КБ-50 Сергей Оков. 19 февраля в прямом эфире в рамках программы «Актуальное интервью» он ответит на все ваши вопросы. Мы уже принимаем вопросы по телефону редакции 601-31. Этот же номер будет доступен и во время прямого эфира. Почему именно Сергей Борисович? Нам очень часто звонят в редакцию с вопросами по качеству медицины, по медицинскому обслуживанию. И так или иначе мы все обращаемся к врачам, и эта тема касается каждого из нас. Особенно в период эпидемии, болезни ОРВИ. Поэтому мы предложили Сергею Борисовичу прийти к нам в прямой эфир, и он любезно согласился. Прямой эфир с Сергеем Оковым на канале 16. 19 февраля, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главному врачу КБ-50. Опенлаба теперь и в Сарове. Впервые наш город присоединился к международной акции «Открытые лабораторные». Сколько весит глаз синего кита и почему человек умнее животных? На «Открытые лабораторные» были вопросы не только на точное знание, но и на общую эрудицию. В игровой форме жители города проверили, совпадает ли их представление о мире с научными данными. Подробности в следующем репортаже. Проект «Открытые лабораторные» был придуман в России научными журналистами. Впервые акция прошла в 2017 году в 34 городах нашей страны, а также в Китае и Казахстане. В 2018 география «Открытые лабораторные» выросла до 10, а в этом году – до 30 стран мира. Одной из площадок акции стал Исаровский физико-технический институт. Эта акция зародилась в 2017 году, собственно, она очень молодая, идет по типу тотального диктанта, географического диктанта в виде теста. Это филонтропический проект, просветительская акция на знания естественно-научных дисциплин. И вот сегодня у нас наши горожане проверят свой уровень знаний. Проверить свои знания в области естественных наук пришло более сотни саровчан. Среди участников были школьники и студенты, работники различных предприятий и даже доктора наук. Некоторые приходили целыми семьями. Я пришел сюда просто потому, что мне интересно. Я стараюсь на такие события, такие возможности использовать, в том числе привлекать своих детей, для того, чтобы они росли в обстановке, в которой им было бы не просто интересно в телефоне сидеть, а какие-то такие вещи, которые связаны с тем, чтобы посмотреть, что они умеют, что они знают, как они на фоне других и так далее. Мы стараемся участвовать с семьей в таких мероприятиях. С тестом Иван справился всего за 15 минут из отведенных 30. Мужчина рассказал, что задания показались ему достаточно простыми. А вот его дочери Маргарите пришлось сложнее девочке всего 11 лет. Рита признается, что на большую часть вопросов отвечала интуитивно. Были достаточно сложные вопросы. Помощи я ни у кого не просила. Старалась решать сама. Самые сложные вопросы были в первом блоке. Нужно было ответить, правда это или нет. После тестов организаторы открытой лабораторной разобрали с участниками акции все задания, указав правильные ответы. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. В художественной галерее открылась новая выставка, которая ознакомит зрителей с произведениями крупнейших мастеров отечественного монументального искусства. Все три художника – профессионалы монументальной и станковой живописи. Каждый из них имеет свой уникальный стиль и богатую историю его становления. Авторы работ новой экспозиции – основоположники монументальной живописи в нашей стране. Мозаики росписи для фасадов зданий сначала создавались на холсте в виде эскиза и только потом с помощью специальных техник переносились на стену. В итоге на свет появлялись произведения искусства высотой и шириной в несколько метров. Это крупные размеры, это возможность говорить совершенно другим языком, это умение обобщать и сами образы, и по цвету, лаконичность, в то же время и декоративность. На выставке представлены эскизы монументальных работ из танковой живописи художников. Крупные мазки, яркие контрастные цвета, большие пространства, философские сюжеты. В каждом штрихе, в натюрмортах, в пейзажах, в портретах просматривается почерк художника-монументалиста. Это лицо эпохи, это целая эпоха фактически. То есть сегодня мы с вами прикасаемся, да, в станковой живописи. Это достаточно крупные выставочные работы с такими серьезными темами. Народный художник России Игорь Пчельников не любит загонять свои работы в какие-либо рамки. Поэтому мастер старается придумать для своих произведений оригинальное оформление. Объемные элементы художники добавляют и в эскизы монументальных полотен. Человек, который попадет на выставку, мне кажется, что он сразу погрузится в эпоху вот этой монументальной живописи. Мы здесь специально подготовили, чтобы помочь нашим зрителям разобраться, в чем же вот этот уникальный язык живописной этих художников. Мы подготовили небольшой экскурс в историю. Выставка от монументализма к живописи Игоря Пчельникова, Ирины Лавровой и Марии Красильниковой продлится до середины марта и завершится творческой встречей с авторами. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Движение «Вверх». Саровчане заняли первое место на региональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет», который проходил в городе Шахуния. Всего в чемпионате Нижегородской области в этом сезоне приняли участие более 400 команд. В финале сборная школы номер 12 встретилась с великолепной девяткой из города Павлова. Каждую свободную минуту Иван Алиханов посвящает тренировкам. Баскетбол прочно вошел в его жизнь еще 10 лет назад. Начинал Иван в дюс шикар. С пятого класса стал играть за сборную своей родной 12-й школы. Недавно его команда начала одерживать серьезные победы. И, наконец, стала первой на региональном этапе лиги «Кэсбаскет». Благодаря силе воли и упорству мы старались, мы работали над собой, много тренируемся. И мы были готовы к финальной игре. То есть мы ожидали, что будет тяжело, но были к этому готовы. Финальный поединок с баскетболистами из Павлова стал, по признанию ребят, невероятно трудным. Практически все время команды шли нога в ногу. Победу удалось вырвать только в овертайме. Что можно испытать, когда звучит финальная сирена, и ты понимаешь, что ты победил. Это, конечно же, огромные эмоции. Это радость непередаваемая. То есть мы от радости чуть ли не, извините меня, не на потолок запрыгивали. Было очень приятно, что мы победили, потому что это вообще первый раз в истории, когда Саров проходит региональный этап. То есть ни одна школа этого до нас не делала. Возглавляет сборную 12-й школы Валерий Щеголихин. Он рассказал, что на региональный этап его команда ехала с настроем победить. Второе, а тем более третье место, ребят не устраивало. То, что мы вышли и сказали, что нам надо выиграть, это потому что мы играем последний год. Дальше уже все разъедемся, больше не увидимся и решили выиграть. По итогам турнира Валерия Щеголихина отметили как лучшего игрока соревнований. Сам он со своей командой вскоре будет представлять Нижегородскую область на чемпионате Пареволожского федерального округа. В случае победы ребята отправятся на финал Кэсбаскет в Самару. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин